Вот такая грязь. Вот такая каша. Если б не мои вездеходы, не знаю, как бы было. Вот, видимо, я их напялила. Это что творится? Витя. О, тут хоть... Блиты уже маленько стекли снизу. Ветер. Что, туда хочешь? А мне в этих сапогах всё равно где. Что там, что здесь? Разницы нет. Везде вот так. Я везде в них пройду. Вот, хорошо придумали такие сапушки дачные. Они и лёгкие, и тёплые. Они чулочком с таким войлочным. Ох, а ты-то чё здесь одна делаешь, а? Ты чё здесь одна? Где-то хозяйка рядом не может быть. На ней ошейник. Ох, как бы он. Ой, самолёт как рычет. Гулит. О, солнышко за нами идёт. Ой, ребятишки кричат. Идём здесь. А тут не тает, потому что здесь деревья. Тенят здания. Тут всё лежит действенно. Девственно. Ну, я всё, думаю, продела, что мне надо было. Мясо спушила. С подливом. А потом думаю, ну дай творожников сейчас пеку. Творожок есть. Сметана есть. Масса сливочная есть. Сахар, яйца. Всё смешала. И одну порцию сделала с повидлом. А вторую просто как печенье. И сверху орешек кедровых положила. Вот и всё. И что-то я снимать не стала уже. И так наснимала сегодня много. Чё? Ждёшь, куда пойду? Ну, пошли. Там сейчас, наверное, собаки выскочат. Вот. Вот так шуршу иду. Пошли. А я в этих сапогах хоть где могу идти. Он где-то валит там далеко собаки. Главное, скользнуться. Вот это самое главное. Апрель прошёл. Март потом. Сейчас апрель уже. Чё я говорю. То есть скоро день космонавтики. Как раз сейчас мне в ленте биография Гагарина выскочила. Мы уже, как говорится, сами знаете, за столько лет уже всё почти знаем. Ну, тот, кто рассказывал, так динамично, быстро по делу говорил. И не тянул, не экал, не быкал. Быстро, быстро, быстро и чётко. И я взялась и послушала ещё раз. В тридцать четвёртом году в родьбу найдётся наш Юрий Алексеевич Гагарин. Под немцами было. Я вот только не знала, что, когда немцы уходили с их деревни, ну, когда их выгоняли, они угнали с собой, как это часто бывало, в рабство наших подростков. Детей. И вот старшая сестра и брат, вот их угнали. Сестра Зоя и брат забыл. Вот Зоя там в услужении где-то была, стирала мыло. Ну и брат там что-то. Но они смогли убежать. Где-то попали в войска в наш, где-то присоединились. Видимо, подобрали их. Брат уже дальше служил. Дослужился до чина. Ну, в общем, кадровым офицером стал. Так, как-то по-простому. Подробности я так поняла, что... А уже, да, стал военным. И войну закончил. И вернулся домой. А Юрий самый младший, видимо, в семье был. Вот это я не знала, что у него брат с сестрой. Ну, вот автор, который рассказывал, говорит, раньше старались обходить эти... Ну, его биографические данные с братом и сестрой. Ну, сами понимаете, в то время у нас при СССР... Если в оккупации был, да ещё и в плену у родственники, то это, как говорится, не приветствовалось. Вот в его истории не рассказывали. Так-то я знаю, что он под немцами был, что немцы выгнали с хаты. Они в землянке жили. И этот, да, этот факт всё время рассказывали. Вот они там ребятишками. После того, как немцы ушли, столько было игр с мальчишками. И находили оружие. И играли им этим оружием. Как этот автор их друг друга только не перестреляли. В общем, детство было, конечно. Такое военное, послевоенное, голод. Всё вынесли. И вот однажды спускался, а он поднял, ну так рассказывает автор, что он увидел воздушный бой над деревней. И вот сбили им летчиком, как он выпрыгнул на парашюте. И вроде Юрий там какую-то записку от них принёс. Ну, в общем, когда первый раз увидел самолёт, представляете, в глухой деревне, конечно, они ничего никогда не видели. Вот он загорелся этой мечтой стать лётчиком. Вот как могли дети всё-таки, не все, не все дети могли мечтать. Я вот по себе знаю, я ничего не мечтала. О чём у меня? Не было у меня мечты. Ну, говорят, без мечты это уже не жизнь, да. Много. Целый час я ещё не дослушала. Много рассказывали, как он и учился, и служил. Много там всего. Да, все всё знают. Конечно. Биография ещё та. Дети после войны. Становление их как личности. Ой, как гудит сильно, как будто вот рядом. Такие люди. Первый космонавт. Ну, когда их отбирали, везде же рассказывали. Раньше они даже не знали, куда. Книг он много читал. Как видите, что он и Стендаль читал. Красное и Чёрное. И Хемангуэя. Многие книги читал. И Целковский он, само собой. Целковские там книжки. И, значит, всё было о полёте, о небе. Вот такая обстановка в Советском Союзе. Книг. 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 У нас такой, оказывается. Возможности не было. У нас не было такого. И очень... Старались хотя бы чем-то это перекрыть. Вот эта вот тема космоса. У нас спутники уже летали. В один конец одна собака улетела. Ну, потом вторая уже вернулась. Ну, говорит, у неё же не спросишь, как там. И вот конструкторы все переживали. Как человек такое пространство увидев, как он умом не тронется. Ну, сами понимаете, человеческая психика. Это надо, конечно, особого человека такого подготовленного. Подготавливать надо. И вот рассказывает, что конструкторские бюро, вот это вот королёв во голове. Конечно, не один королёв у него. Тысячи людей всё это воплощали в жизнь. Но организатором и генератором мысли был, конечно, королёв. И вот они всё переживали. Как человек? Как он будет дышать? Как он будет глотать? Как что? Да, конечно, я даже не представляю, как они на это всё решились. А ведь королёв был репрессированный. Он пошёл по статье, когда... Ох, чё-то там взял в рот. То ли Тухачевского, то ли... Да, Тухачевского или ещё этого... Одного военного начальника расстреляли по какой-то статье. И вроде эту же статью прилепили к королёву. Мы тех расстреляли, а его вот на лесоповал отправили. Вот закалился он, конечно. Силу духу не потеряла и про королёву всё знаю, почитаю, слушаю. В основном всё с интернет слушаем. Выбрали Гагарина. И вот когда их несколько человек собрали и спрашивали. Вы хотите на хорошей технике летать? Все хором хотим. А вы не боитесь трудностей, если что-то случится, поломка, что... Вроде все, говорят, готовы. И последний вопрос. А вы в космос? Хотите полететь? И в этот момент смотрели не что скажут, а первые секунды, какое выражение у людей было на лице. Это был первый момент. Вот я запомнила, как он рассказывал. Ну и говорит, наверное, скорее всего, от того, как заулыбался наш Юрий Алексеевич, сработало в его пользу. Ну, это так, видите, рассказывает человек. С крохи по крохам от кого-то. Очевидца. Кто-то написал, кто-то, может быть, немножечко соценил. Ну, так думается, что... Как рассказывали о жизни юности Юрия Алексеевича Гагарина, он был такой смелый, хоть небольшого роста. Но у его, когда брат пришел с армии, он научил ему нескольким приемом. И он смог себя защитить. В то время, понимаете, много же таких подростков было без отцовщины. Все копировали военные действия. Ну, сами знаете. Как это бывает во дворах? Это сейчас так, в плачных боев, наверное, нет. Если только с автоматок тот кого-то постреляет или взорвет. Я шучу, конечно. А тогда прямо двор на двор, и вот он, когда учился в училище, и вот там городские отлавливали по одному этих студентов и избивали. Вот его один раз поймали и избили, что он неделю лежал в госпитале, в больнице. Вот, но отпор он мог давать. Он знал приемы, брат его научил кое-чему. Поэтому юность была такая, что не в коротких штанишках и с чупа-чупсом в зубах, как говорится. Прошел, конечно, в школу становления он капитального. Заслушивался, конечно, тот, кто снимал, так хорошо, быстро говорил. Он не только, он рассказал о поэтах, о Маяковском. Начиная с самого детства. Вот видите, как оно. Знали мы, что он эту Брик Лилю любил. Жили они вместе с ее мужем. Ну, как-то так все это... И все-таки в Маяковске был игрок. Он бильярд играл на деньги. Ну, там много он рассказывал. В коем-нибудь юность была тоже. И на лавочках ночевал. В городе и несевал. Ну, конечно, годы-то... Рисовал Маяковский хорошо. Ну, не зря же у окнах роста в него были плакаты такие. Уже быстро рисовал. Стихи писал, бегая по комнате или прогуливаясь по городу. Не сидел за столом, так сказали. Вот причину его самоубийства никто как-то так не озвучивает подробно. Там, ну, откуда знаешь человека? Можно догадаться, там, какие-то ситуации. Но тот момент, что он думал или что, сподвигло его на этот поступок. Ясно, что никто не знает. Тоже прослушала. Сейчас как-то стало вот это. Ну, выпало у меня в ленте. И я включила. Думаю, ну, послушай. А он хорошо так. Знаете, вот... Есть... Э-э-э, там, предыстой... Там, как-то, значит... Ну, вот... А это заслуж... Он раз-раз-раз-раз... Прямо вот такой-то год-то-то случилось в таком году. Он так хорошо рассказывал. Вот тембр голоса хороший. И я заслушалась. Ха-а-а... Ха-а... 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 И он остался. 14 лет уже, как говорится, был как за мужика в семье. Тем более высокий такой. Массивный. Курил очень здорово. Он без спичек курил. Одну выкуривает, от этой прикуривает другую сигарету. Или там папиросу тогда. И... Ну, хвалят его стихи, что гениальные, что вот... Вот. То есть... Ну, как-то... Это дело вкуса. Но... Специалисты, если говорят, будут верить. Я как-то не это. У меня вообще стихи никогда... Честно сказать, чтоб я там... Восторгалась там. Ха-ха-ха... Или даже вот нашими... Такими знаменитыми, как Пушкин. Нет. У меня больше проза. Я много читала. А как-то стихами нет. Не увлекалась. Ну, пошли. Мишка глубоко. Пойдем. Ну, у тебя подружка есть. Видите, вместе бегаете. Прослушала вот про Маяковского. Ну, в тридцатом году он застрелился. В сердце себе. Видите, как. Не хотел, наверное, чтоб лицо безобразное было. В сердце. Весенин. Весенин. Ведите, Весенин. В двадцать пятом году. Окончил с собой. Молодые не хотели жить. Сложные времена такие, когда рассказывали про этих людей, они же, я не беру уже, ладно, Гагарина, а вот эти 20-е годы, 30-е годы, боже мой, что творилось, гражданская война, это же вообще, ничего не было вообще купить, не купить, сейчас плакали в 91-м году, ничего не было, и вот возрождалась же Россия, возрождалась, ещё тогда говорили, кто уезжал на пароходах, вы же видели, как садились на пароходы, уплывали, уезжали со своим золотом, со своими чемоданами, интеллигенция там, родинки были, и говорили, пропала Россия, крах России, Россия во тьме, всё, конец России, там нет, смотрите, возродилась, потом опять, вот так вот волнами, 14-18 год, ужас, в том репрессии, 30-е годы, боже, что творилось, война началась, вот так вот, вот так вот, прямо через десяток лет, одно и то же, через 10-20 лет, ой, всё гибнут, 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 всё войны идут, мало того, войны, да ещё у руля стоят маразматики, вот так, начинать всех подряд подозревать, расстреливать, садить тюрьмы, ну, за счёт политических и строительства, и ГЭСов, и ЗАГЭСов, всё началось, а так бы, где они, силы бы эти набрали, только заключённые на железную дорогу строили, и даже комсомольск на море тоже участвовали в строительстве, не одни комсомольцы, но и осуждённые, вот так вот, никогда не была жизнь, никогда не была жизнь, у нас раем, в России, ну, кто-то лепички катал, никогда не было раем, всю дорогу у нас, что-нибудь, да что-нибудь, сейчас вот думаешь, как нашим, что нашим внукам, праздникам грозит, никто не знает, никто не знает, не узнаешь, начнут баламутить опять чего-нибудь, надеемся, вот сейчас, даст Бог, всё закруглится, посмотрим, что человеку надо, боже мой, каждый раз одно и то же говорю, я чувствую, я чувствую, что такое тоже, ну, смотрите, какая природа, какое небо, какое всё красивое, ну, не берём уже вот эти разбитые, а саму природу, снежок, все сытые, обутые обеды, ну, что-то ещё надо, вот что-то ещё надо, свободу слова, всё-всё-всё добивались, ну, есть свободу слова, анекдоты и про правительство рассказывают, и какие-то собирают протесты, и никого не садят, а народ всё наглеет, всё чё-то вот тоже тычет медведя в глаз, вот то там не так, да то не так, да вы такие расстатие, находятся люди, которые начинают сочинять ещё вдобавок, чтобы раздразнить народ. Сейчас в интернете что хочешь сфотографируй и выдай за кого хочешь. И пошло дело, и пишут, начинают. Но всё-таки здравомыслящих, я сейчас поняла, после выборов много. Это хорошо. Молодёжь, конечно, им не до этого, им пофигу всё, ещё им в кафе сходят на занятия, в университет сходят, дома сериал посмотрят, и всё, им ещё это ещё не касается. Тем более с родителями, когда живут, чего им? Ну и не всем же увлекаться этой. Как-то в молодости действительно ни о чём не задумывался. Танцы, шманцы были у нас. Да и дома никогда не гнобили там никого из... Ну вот был Брежнев, моя юность при нём пришла. Я не знаю, все работали, скорее с работы, какой там... Никогда что-то его не крестили. Тем более при нём обрадовались все. Два выходных дали, суббота, воскресенье. Был же раньше один выходной, а сейчас два дали. Чё, конечно. Ну радовались, я помню, как мама радовалась. Пришла с работы весёлая, а я даже не верила. Говорю, чё, правда, мама, правда? Я не знаю, она в 65-м году была. Надо посмотреть, загуглить. Ну я помню, она в классе пятнёг была вот так вот. Сколько было всего, и предрасвёздка, и раскулачивание. И охота на ведьм ещё только не было. А Россия стоит на одном месте и ждёт. И даже вы, грешники, прекратите всё это. Никогда, наверное. Ну, сейчас пройдёт опять несколько десятилетий. И опять начнётся. Там, наверное, начнутся эти электронные куклы. Всё на электронике, кто кого обойдёт, кто кого запугает раньше атомом. А сейчас электроникой. Может, воины будут такие металлическими людьми. Ой, у кого сколько роботов, пустят их, наверное, на поле боя. И будут друг друга уничтожать. Опять мерятся силами, у кого лучше злые мне. Вот гора на ней моя. Залазили. Несколько раз. Это была тюрьма. Или вот та тюрьма. За таким забором. Да, больше слушаю теперь я, вот если, конечно, выпадает. Так-то у меня нет мысли забить что-то там посмотреть. Даже я не знаю, что я хочу. А когда в леньке выскочит, присмотришься, что-нибудь, ага, вроде бы посмотреть можно. А уже таких вот, как я, уже не хочется смотреть. Ну чё мы ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот я стою, вот я делаю. Вот я замешиваю тесто. Вот моя деревня, вот мой дом родной, да? Вот качусь сейчас в санках, в санках что-то по двору. И помню. Под гору. Ой, вот эта вот бутолуха, она у всех одна и та же. Стряпают женщины сидят. Уже по сто килограмм веса всё стряпают. Я говорю, я ничего не ем, я ничего не ем. Это у меня муж есть. Ну, посидят на здоровье. Сейчас, хотя с нашим поиску же. Вот мы уже до сюда дошли. Люди с собаками ходили. Ай, солнце так в глаза. Солнышко вышло, небо очистилось. Голубое уже, не серое. Солнышко такое. Значит, скоро 30 градусов, 20 градусов будет. Жары. Вот так вот всё меняется. До трёх тополей пойдём. А чё нам? Мы без пятнадцати шесть вышли. Ну, минут сорок пять, час надо погулять. Да ещё при таких скороходах, как у меня. Чё не ходить, я хоть где могу пройти и не переживаю, что ноги намочу. У меня ботиночки расклассатся. Ходи, доходи. А? Пойдём на гору, заберёмся. Всё-таки энергии побольше затратим. Птичник. Солнышко прям глаза. Птичник. Говорят, уже функционирует. Нам некуда, некогда добраться туда. Хорошо бы дойти до них. Вчера мы далеко прошли с девушкой. Пока лялякали, разговаривали. А домой в восемь часов пришла. Два часа пригуляла. Хорошо. Надышались, находились. Грета еле припёрлась. О, глянулась, Грета. Пришла, легла и подняться с трудом. Попу отрывает от земли. От пола. Ой, как голубое небо, надо же. Опять самолёт. Не видно. Солнце было. Ой, сейчас пойдём на Тритополь. Тут Тритополь. Тритополь. Споко. Мы нася forb' на ней. Поэтому ребят, они должны дышать единственная терполь. Уходи на голову снимочки. Похожу на голову из сегодня. Красавица наша. Бегает, а не знает где я заверну, полетела, полетела. Наши Тритополь. Может наверх забраться туда? Там будет ветер свистеть. Чем выше, тем больше ветра. Красота. Скоро проснутся листочки. Там есть наверно уже птенчики. Низдо какое свежее. Вот эти товаля наши. Там прожектор. Еще не сняли. Висит. Не действующий, но висит. Городок. Наши ничего. Население таково. По Михаила Булгакова тоже рассказывал этот мужчина. Он мечтал, он рассказывал хорошо. Мы тоже про него все знаем. Писатель Михаил Булгаков написал «Собачье сердце». Во! Произведение. Ну и «Мастер и Маргарита». Не каждому дано понять. Я сначала вообще ничего не поняла. Теперь под старость маленько стала соображать. Ну так бывает. Михаил Булгаков тоже прошел такую жизнь, что обменились с тополем. Заодно. Ой, его не объять. Даже руки не видно будет. Маленечко руками дать. И все, до половинки. Постоим. Да, кора тополя тоже теплая, теплая. Тополь, тополь. Стоюсь на моих ручале. Много людей прошли несладкие жизни. И что-то в этой жизни сделали все-таки. Я не знала только, что Михаил Булгаков, оказывается, закончил медуниверситет. Как тогда называлось? Не знаю, он врач. Когда гражданское началось, он пошел в лазареты. И они с женой пилили руки и ноги. Тогда, говорит, единственное, что было. Конгрена и удаление руки и ноги. Вот они два года, что ли, пилили эти ноги и руки. Вы стреляете? И там он пристрастился к морфию. Но как-то получилось, что года три он пользовался этим. Подсел. Он, если не получал укола, то очень был, конечно... Ну, вы понимаете. Крик, шум, нервы. Вот жена бегала по аптекам. Когда они в город переехали, то хоть в больнице, видимо, можно было. Потом один старый врач подсказал жене, как можно бороться с этим. Он говорит, приноси закрытые ампулы, в которых будет морфий разведен. Сначала на немножечко. Потом еще побольше. Потом еще побольше. Потом просто вода. Ну, видимо, все стерильное. Я же так понимаю. И вот так получилось, что он с этим покончил. Никакая мистика, ничего. Когда это все придумали. Что у него какой-то он мистический. Тоже послушала. Боже мой, сколько он перенес всего. Годы-то те, господи. От наших, насколько они отличаются. Отличаются. И родители они все делали сами. Где заработать, туда и шли. Где надо, там и работали. И потом где-то проявляли. Бог что-то им, видимо, спускал с высот. Какой-то талант открывался. Прежде чем, конечно, что-то, чего-то добиться. Надо что-то пройти. Это так заложено, видимо. Заложено в человечестве. Это редко у кого. Но если у кого с неба упало, оно потом пропало. Нельзя говорят, что незаработанные деньги пропадают. Даже не заметишь как. Годы-то были тяжелые, конечно. Сейчас хоть не арестовывают, да не расстреливают. Вот так по домам. Где-то, конечно, кого-то за что-то. Ну где-то ошибка. Но не так сплошь. Сплошь. Кто-то на кого-то что-то сказал. Все приезжает черный варнок. И без слов загребают их подземелья. Кого расстреляли, кого на лесопилку. Кого куда. На лесоповал. На лесопилку. Сейчас, конечно, можно иронизировать. Можно с усмешкой что-то вспоминать, говорить. А вот представьте, ни за что. Самое страшное, когда ни за что. Когда ты знаешь, что ты ничего не совершил. Тебя оговорили. Ты ничего не можешь. Тебя бьют на допросах. Говорят. А ты ничего. У меня дед так попал. Ни за что. Ни за что. Взял сосед и сказал, что у него подарочный пистолет от Тухачевского. А Тухачевский в то время уже был как расстрелян или в тюрьме сидел, не знаю. Но уже враг народа был. Все. Приехали, забрали. Амурская область. Елки-палки. Какой там шпион. Что он там может нашпионить. Ай, не могу я. И все. И семья враг народа. Все. Что ни на работу никого не берут. Ни война началась. Ни талоны на хлеб. Ничего. Бери и умирай. Ну, почему так. Ну, допустим, он враг народа. Но при чем дети-то? Вот при чем? Вот так вот. Столько несправедливости на этой земле. Ужас. Что радуйтесь хотя бы, что у нас теперь здравомыслящий президент взвесит сначала. И вот себе ущерб, видишь как. Почему он так? Почему он не... Почему? Да потому что человек думает о людях в первую очередь. А не крошит всех подряд безумным. Доказ не машет оружием налево-направо. И наших жалко. И противоположную сторону жалко. Там же обычные люди. Ну, что ты. В ютубе никто этого не понимает. Говорят, что вот он такой-сякой. Что у нас вообще ничего нет. Что мы слабаки. Не можем то сделать. Не можем с лица земли снести. Города. Как не подумают. И спокойно живут. Улетают ракеты. Они живут. И это не ценят. Это не ценят. Обзывают всяко-разно. Столько зла на земле. Боже мой. Простые люди. Даже вот где живут в подъездах. Готовы друг друга удавить. Что ты, говорят, котом есть? Что, моя хорошая? Повернем назад, конечно. Да? Пойдем? Домой пойдем? Пойдем, моя кошечка? Пойдем, моя ласточка. Ты еще гулять пойдешь? Домой? Нет, гулять хочет. А домой не пойдем? Не получается. Почему? Я и так стараюсь отгонять от себя. Но музыку не могу слушать. Представляете? Иногда я, когда еду на машине и что-то так себе поднимаю, настроение так что-то говорю. Какая-то песня у меня споет в голове. А вот дома, ведь можно же Алису заставить любую песню там включить. Любую. Ретро там, моей юности там, моей молодости, песни. Не хочу. Понимаете? Вот не хочу. А вот два года назад свободно бы я бы. Включала бы, слушала. На всю громкость бы. А сейчас не могу. Особенно вот последний вот этот год. Ну, не то, что там что-то такое. Ну, вот почему-то сама не знаю почему. Ну, наверное, знаю в связи вот с этими, со всеми событиями. Видимо, что-то там сидит внутри, что я не могу так. Ну, ладно, пойдем домой. А то навеяло скуку. И так много всего такого. Еще и я туда же. Будьте счастливы, будьте здоровы. Пусть у вас у всех все будет хорошо.